Я представлю доклад на тему родительские установки и совладающие поведение матерей, находящиеся на разных этапах онкологического заболевания ребёнка. Это небольшое исследование, которое было проведено совместно с Еленой Ивановной Богдановой, директором и клиническим психологом Автономной некоммерческой организации «Радуга жизни» и Революционным центром Автономной некоммерческой организации «Детский хоспис». Известно, что переживания человека в трудной жизненной ситуации теснейшим образом связаны как с её субъективной оценкой, так и объективными характеристиками, которые, в свою очередь, могут оказывать существенное влияние на её восприятие и способствовать или, наоборот, препятствовать процессу адаптации к ней. Сила и тяжесть переживаемой жизненной ситуации по-разному влияют на совладающее поведение. Стиль семейного воспитания, родительско-детские установки могут оказывать непосредственное влияние как на отношения взрослых близких родственников ребёнка, так и на общую субъективную оценку данной ситуации взрослыми. И особую роль данная тема приобретает в контексте воспитания детей, страдающих онкологическими заболеваниями, поскольку данные отношения могут являться для ребёнка значимым ресурсом, оказывающим существенное влияние на его эмоциональное состояние, являясь важным показателем социально-психологической адаптации к собственной болезни и процессу лечения. И цель исследования состояла в том, чтобы изучить родительские установки матерей и совладающего поведения на разных этапах онкологического заболевания ребёнка. Мы предположили, что рецидив онкологического заболевания ребёнка соотносится с менее конструктивным стилем совладающего поведения матерей, а также менее оптимальным стилем родительско-детского взаимодействия. Родительско-детское взаимодействие по-разному соотносится с совладающим поведением матерей как на этапе рецидива, так и на этапе ремиссии онкологического заболевания ребёнка. Выборка составила, у нас пока небольшая, это, может, как пилотажное исследование. Вы видите, всего 24 женщины от 28 до 60 лет, средний возраст 42 года, которые воспитывают детей от 4 до 18 лет, средний возраст 11 лет. В первую подгруппу вошли матери, всего 13 человек пока, с детьми на этапе ремиссии онкологического заболевания. Их средний возраст женщин составил 39 лет, возраст детей 9 лет, начало подросткового возраста. Подгруппа номер 2 – это матери с детьми на этапе рецидива онкологического заболевания. Здесь у нас 11 матерей, средний возраст 43 года и средний возраст детей около 14 лет. В остальном исследуемые подгруппы являются равноценными большинством параметров за исключением изучаемых. Кратко остановлюсь на методиках, не буду подробно, времени так много. Для исследования отношений женщин к разным сторонам семейной жизни, семейной роли, мы использовали известную методику ПАРИ. Она имеет 23 шкалы. Для исследования славдающего поведения – тест копинг стратегии Лазаруса, стратегии славдающего поведения в адаптации Вассерманной Трифоновой. Ну а также анкету для сбора биографических данных. И переходим непосредственно к результатам нашего исследования. Как мы видим, наша первая гипотеза не подтвердилась. Было выявлено, что родительские установки матерей на этапе ремиссии заболевания, это группа номер один, и в период рецидива заболевания, группа номер два, значимо не различаются и находятся в пределах средних значений. Вот перед вами как раз таблица. Это средние значения в двух подгруппах. Жирным шрифтом выделены более высокие значения в каждой из групп. 20 баллов – это максимальное значение, 5 – минимальное. И мы видим, что все значения, что в первой и второй группе, они у нас находятся в пределах средних значений и не являются ни минимальными, ни высокими. Что касается совладающего поведения исследований в данных подгруппах, то мы видим, что совладающее поведение женщин значимо отличается по следующим коппинг-стратегиям. Это коппинг-стратегии самоконтроль, дистанцирование и принятие ответственности. И женщины на этапе ремеси заболевания отличаются большим самоконтролем, используют чаще коппинг-стратегию дистанцирования, а также принятие ответственности. И следующие слайды будут демонстрировать взаимодействие, вернее, соотношение родительских установок и совладающее поведение матерей в разных подгруппах. Выявлено, что более гармоничный стиль родительско-детского взаимодействия соотносится с более конструктивным стилем совладающего поведения матерей как в группе номер 1, так и в группе номер 2. При этом родительско-детское взаимодействие в большей степени соотносится с особенностями совладающего поведения матерей на этапе рецидива онкологического заболевания. Посмотрите, пожалуйста, образует 30 взаимосвязей, в то время как в первой подгруппе всего лишь 14, ну не всего лишь, а в два раза меньше. На этапе рецидива заболевания ребенка совладающее поведение матерей в большей степени соотносится с родительскими установками, связанной с излишней концентрацией на ребенке. Так, это вот этот слайд. 9 из 11 взаимосвязей. А на этапе ремиссии заболевания установки связаны с отношением к ребенку практически в равной степени касаются как оптимального эмоционального контакта с ребенком, так и излишней концентрации на нем. Всего 13 взаимосвязей. Что касается установок, связанных с внутрисемейными отношениями, особенностями организации семейной жизни, то здесь они образуют наибольшее количество взаимосвязей на этапе рецидива заболевания. 10 взаимосвязей и наименьшее на этапе ремиссии заболевания. 3 взаимосвязи. На этапе рецидива заболевания доминируют межсупружеские установки, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой организации досуга, созданием среды для развития личности, собственной и партнера. 5 взаимосвязей. В то время как на этапе ремиссии заболевания ребенка данных взаимосвязей отсутствует вовсе. Полученные данные могут осуществить о том, что семейные отношения на этапе рецидива заболевания ребенка являются наиболее уязвимыми. И актуализация конструктивного коппинга поведения матерей способствует более оптимальному родительско-детскому взаимодействию и отношению к семейной роли в целом. И я перейду сейчас уже к выводам, подведу итоги. Как я уже сказала, первая гипотеза у нас не подтвердилась в полной мере. В результате было выявлено, что онкологическое заболевание ребенка приблизительно в равной степени отражается на родительско-детском взаимодействии как в период рецидива заболевания, так и на этапе ремиссии заболевания является в достаточной степени оптимальным. Собладающее поведение матерей на этапе ремиссии онкологического заболевания ребенка соотносится со способностью в большей степени управлять собственным эмоциональным состоянием и ситуацией в целом. И наоборот, рецидив онкологического заболевания ребенка собрежен с трудностями в самоконтроле и принятии ответственности, а также необходимости в значительной эмоциональной включенности в происходящее, что, вероятно, является следствием защитной реакции в ответ на повышенную угрозу для жизни ребенка. Данное наблюдение требует дополнительных исследований. Что касается следующих выводов, это касается второй гипотезы, и она, получается, подтвердилась у нас. Было выявлено, что родительские установки матерей зависят от специфики совладающего поведения как на этапе ремиссии, так и на этапе рецидива. Более гармоничный стиль родительско-детского взаимодействия соотносится с более конструктивным совладающим поведением матерей как в группе номер один, так и как в группе номер два. При этом родительско-детское взаимодействие в большей степени соотносится с особенностями совладающего поведения матерей на этапе рецидива заболевания, как было уже сказано, образует 30 связей, а в другой подгруппе 14 взаимодействий. И последний вывод, мне кажется, очень важным. Рецидив онкологического заболевания ребенка в сравнении с этапом ремиссии заболевания соотносится с более тесным взаимодействием родительских установок, касающихся излишней концентрации на ребенке и внутрисемейных отношений. То есть данные блоки отношений в этот период являются наиболее уязвимыми, и актуализация конструктивного коппинг-поведения будет способствовать более оптимальному родительско-детскому взаимодействию и отношению к семейной роли в целом. Ну и в заключении есть еще полминутки. Хотела бы сказать о том, что полученные данные могут способствовать более детальному пониманию процессов формирования родительских и детских отношений в зависимости от стратегии поведения женщин, которые находятся на разных этапах заболевания ребенка. А также следствует о том, что семья онкологически больного ребенка представляет собой систему, которая нуждается в помощи не только в острые периоды, но и на этапе ремиссии заболевания. В то же время семьи, находящиеся на этапе рецидива заболевания ребенка, в большей степени нуждаются в поддержке, связанной с актуализацией более конструктивного ослабляющего поведения. Спасибо. 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 Спасибо.